Дорогие друзья, приветствую вас на канале Уловки Рыбака. В этом видео я хочу вам рассказать об одной самой необходимой вещи на вашей рыбалке, отдыхе на природе. Это аптечка. За основу я взял аптечку, купленную в магазине Вейнторг. Сейчас я покажу, что находится в ней. И далее скажу, чем необходимо ее дополнить, для того, чтобы вы были, так сказать, застрахованы от всех случаев, которые могут произойти. Ну, большинство случаев, которые могут произойти с вами на рыбалке, либо на отдыхе на природе. Аптечка на самом деле яркого красного цвета. Ее всегда легко найти в ваших вещах, в лодке, в сумке, в лодке, в рюкзаке. То есть, либо вы, либо кого-то можно попросить, да, и человек всегда понимает, что это именно аптечка. Их может вам показать первую необходимую помощь. Значит, что мы имеем в данной аптечке, в купленном магазине. Фонарик. Так, далее бандаж. Ножницы. Жгут, ну, жгут, на самом деле, смешной. Дальше есть пинцет. Ну, и можно извлекать клещей, но, на самом деле, я рекомендую купить другой, который идет с фиксацией, да, и можно докручивать клеща. Также есть колба, для того, чтобы, когда вы извлечете клеща, нужно было его разместить в данную колбу и отвезти, сдать на анализ. Далее есть свисток, для привлечения внимания, если вам необходима помощь, вы сами себе не можете указать. Далее, для того, чтобы фиксировать термоодеяло, которое у нас тоже есть в комплекте в данной аптечке. Далее ватные палочки. Далее, пакет с холодом. Ну, минимальный, ну, в принципе, я думаю, достаточно будет при получении каких-то небольших травм, да, перевязочный материал. Так, дальше есть, на удивление, градусник. Дальше есть спиртовые салфетки, какие-то подкладочные материалы для восстановления крови, да, которые потом можно примотать бинтон. Дальше есть пластырь, да, каких-то мелких порезов, для, если бы вы получили мазор, да, в принципе, можно восстановиться данным пластами. Ну, в принципе, все, что есть в данной аптечке. Вот, что я рекомендую, помимо данных, материалов, которые мы имеем в аптечке, да, ну, стандартные материалы, которые были при покупке данной аптечки, я рекомендую ее дополнить рядом в медикаментах. Во-первых, что я рекомендую всегда брать с собой, чтобы это была аптечка, это активированный уголь. Далее, средства от боли в животе, такие, ну, такие, как смекты, которые помогают также от ожоги, расстройства живота. Ну, она очень удобна, так как в пакетах. Дальше, таблетки от расстройства живота. Далее, рекомендую всегда, чтобы с собой было какое-то обезболивающее, ну, или там, заболевать. Дальше, чтобы оно у вас было всегда с собой, да, чтобы ваш отдых на природе не обращался в земной боли. Далее, рекомендую с собой брать жаропонижающее. Всегда можете простыть на природе, с другой. Дальше, также рекомендую брать с собой средства от аллергии. Тоже должно быть всегда в отличках. Дальше, что я рекомендую тоже брать всегда с собой, это капля для глаз. То есть, если попала какая-то соринка, да, то всегда можно промыть глаз, ну, брать посторонний мусор из глаза. Дальше, есть такая чудесная мазь, Бит-1 называется, то есть она вам может заменить средства от ожога, зеленку, йод. То есть, в принципе, ей можно обработать любую рамку, да, то есть она имеет обеззараживающее средство, то есть она, ну, считаю, незаменима в вашей аптечке. Дальше, для... Если вы получили более какие-то серьезные порезы, особенно на ладони, фаланги, пальцы, то есть всегда необходимо иметь клей БФ-6, который можно заклеить рану, да, и, соответственно, она не будет расходиться, но и остановить свое выключение. Также всегда в аптечке должна быть перекись водорода, которая также помогает, да, призараживать любые порезы, раны и так далее. Я раньше, как большинство рыбаков, никогда не задумывался, да, там, чтобы брать с собой аптечку, пока не произошел один из случаев на рыбалке. Мы с друзьями ловили рыбу, очень активно клевал окунь, вот, и вдруг у меня достает очередного окуня, достаточно хороших размеров, грамм 600-800, вот, ну, мы все порадовались его успехом, далее, ну, начинает извлекать крючок из рыбы. Вот, рыба сделала резкое движение, и крючок оказался пальцем моего знакомого. Вот, соответственно, для нас, как и для него, происходящее было большим шоком, мы не знали, что делать, да, потом быстро сориентировались, благо у нас оказались с собой кусачки. Что мы сделали? То есть мы взяли цевьё крючка, прокололи дальше палец нашего товарища, пока цевьё не показалось из пальца, далее мы откусили крючок и достали цевьё крючка из пальца. Ну, потом уже обработали его. Теми средствами, которые у нас были, на них были минимальные, у нас в лодке была автомобильная аптечка. Вот, по-моему, была самая лучшая, чтобы была эта лодка. Ну, потом мы очень быстро зашли до берега, знакомо было в машине аптечка с более лучшим наполнением, да, ну, и, соответственно, оказались первыми цинскую помощь. Поэтому я вам всегда рекомендую с собой брать вот такой инструмент, это курглагутцы, да и также они являются кусачками. Ими очень легко и безопасно доставать крючки, да, после того, как поймали рыбу, то есть, соответственно, держите рыбу и спокойно взвлекаете крючок. Вот, и если случится подобная ситуация, да, вы всегда можете откусить тот же самый крючок, да, оказать первую помощь себе либо знакомому. Ну, и, соответственно, тот необходимый набор медикаментов, про которые я уже выше сказал, да, он обязательно должен быть с вами всегда везде именно с вами. То есть, если вы выходите на лодку, то он должен оказаться с вами в лодке, ну, и, соответственно, если он не берегут, то он должен быть где-то рядом. Есть ли от других приспособлений для того, чтобы извлекать ключи, но мне больше всего нравится, ну, назовем так, круглогубцы, пассатижи. Данный круглогубцы после этого случая я ношу всегда с собой. У меня на жилете есть специальное место, где их можно разместить, ну, они всегда при мне, чтобы после поимки рыбы, да, можно было легко и безопасно сделать крючок. Также советую вам всегда их иметь с собой. Ну, на этом все. Вам хороших уловов, безопасных рыбалок, но самое главное, да, будьте готовы к любой ситуации, которая может произойти с вами, либо с вашими знакомыми на рыбалке. На здоровье вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok